Глава региона поручил Министерству общественной безопасности Свердловской области оказать всю необходимую помощь спасателям, а также подключиться к временному размещению жителей дома на безопасных объектах. Министерству здравоохранения Свердловской области оказать медицинскую помощь в случае обнаружения пострадавших. В Нижнем Тагиле губернатор провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По последним данным, из-под завалов извлечены тела четырех погибших, спасены 17 человек, в том числе шесть детей. Под завалами еще есть люди, возможно и дети. На месте происшествия работает группировка спасателей численностью более 450 человек и 75 единиц техники. Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. В медучреждении Нижнего Тагила госпитализированы четыре человека. С места чрезвычайного происшествия бригады скорой медицинской помощи доставили двоих пациентов 12 и 15 лет в стационар детской городской больницы Нижнего Тагила. Подростки госпитализированы в состоянии средней тяжести. Кроме того, медики городской больницы номер один оказывают помощь двум взрослым пациентке – женщине и мужчине. Состояние обоих врачи оценивают как тяжелое. В настоящее время пациентам проводится оперативное лечение. Плановая медицинская помощь в городской больнице Нижнего Тагила временно прекращена. Медучреждение перевели в чрезвычайный режим работы. Здесь организована зона ожидания для родственников пострадавших. Работает психолог МЧС. Координацией деятельности медицинских служб на месте занимается первый заместитель главы регионального Минздрава Сергей Турков. Круглосуточная горячая линия по вопросам обрушения части дома 81 по улице Сибирской организована администрацией города Нижний Тагил. Телефон вы видите на экране. Накануне Евгений Куйвышев дал ряд поручений органам власти, в том числе по оказанию необходимой помощи оперативным службам в устранении последствий и спасении пострадавших. Еще одно важное поручение – это предоставление финансовой помощи всем пострадавшим из средств резервного фонда правительства Свердловской области. Всего Евгений Куйвышев выделил более 240 миллионов рублей на эти цели. Ксения Балденкова при поддержке Департамента информации губернатора Свердловской области для новостей 11 канала.